Всем привет! Нас часто люди спрашивают, ребята, что у вас вообще есть на перепродажу по домам, которым там уже больше 10 лет, потому что, как правило, это очень недорогое жилье. Сегодняшний наш выпуск посвящен именно таким проектам. Мы сейчас приехали в дом, который находится на пересечении улицы Сухумвит и Ватбун. То есть здесь по прямой до моря примерно 2,5 километра. По тайским меркам это не близко, поэтому недвижимость здесь стоит намного дешевле, чем на первой и второй линии. Дом, который мы сейчас с вами посмотрим, с двумя спальнями. Это одноэтажная вилла и площадь всего участка где-то 290 квадратов, площадь самого дома 100. Пошли смотреть. Здесь у нас парковка для автомобиля, парковка крытая. Здесь должна быть зона барбекю. Вот вам яркий пример того, что в Таиланде все-таки нужно следить за садом, нужно обращаться к услугам садовника. Месяц не будете подстригать траву, у вас вот так вот все зарастет. Ну вообще, здесь можно просто поставить мангал, беседку, поставить какие-то там мягкие пуфики, кресла и просто вечером жарить здесь шашлыки. Пойдемте уже сам дом смотреть. Это дом 2-bedroom, ну или дом с двумя спальнями. Здесь два санузла. Один идет с общей зоной вход, второй с хозяйской спальней. По площади дом довольно-таки просторный. Опять же, на улице жара, сейчас где-то около 30 градусов. Здесь вполне комфортно ходиться, даже кондиционеры не работают. Первое, на что я обратил внимание на кухне, это... Та-да! ГАЗ. Редко в Таиланде вообще используется ГАЗ, особенно если мы говорим про кондоминиумы, в жилых домах сейчас нет этого. Всегда идут только электрические, но это очень крутая тема с точки зрения экономии. Вот в среднем баллон газа стоит где-то 400 бат. И хватает этого от 4 до 6 месяцев, ну в зависимости от того, как много вы готовите. Кстати, я воду тоже домой себе заказываю от этой же компании. Стоит очень дешево. Такая бутылка 20 литров, 40 бат всего лишь. Ну, преусподит, что есть доставка. Это первая спальня, она небольшая. Но мне вот что нравится в первую очередь в домах, то что здесь всегда очень высокие потолки. Мой рост 1,83 метра, я думаю, что здесь это 3-3 с чем-то. Пространство, кажется, гораздо шире. Вообще, когда я первый раз сюда зашел, мне показалось, что здесь живет какая-то Ариэль. То есть это персонаж из диснеевского мультфильма, которая под водой русалка жила. Потому что здесь вот в доме очень часто встречаются какие-то ракушки. Я думаю, это комната какой-то принцессы. Если говорить об обслуживании такого дома, то здесь недорого. Сразу говорю, то есть это в среднем 300 бат в месяц. В эти деньги входит вывоз мусора, уборка внешней территории, внешнее освещение и пользование общественным бассейном. Вообще, я бы хотел еще раз посмотреть на дом со стороны. Я просто смотрю так вокруг, все это смотрится очень красиво. Мне нравится такой дизайн. Он как, особенно вот эта крыша черепичная, как такой домик из сказки. Если резюмировать, внешний дом очень красивый. Учитывая, что подобное предложение можно купить от 2,5 до 3,5 миллионов бат. Это вполне адекватные деньги. То есть если даже взять конкретно этот дом, который можно взять за 2 миллиона 800 тысяч, сделать здесь ремонт за 300-350 тысяч. Ну, причем в это уже и войдет и мебель, и техника. Здесь рядом с Бангкоком есть Икея. Грандиозный выбор мебели и техники на любой кошелек. По факту, по итогу за 3 миллиона 150 тысяч бат у вас будет хороший красивый дом с новой техникой, с новой мебелью, тихий, спокойный, где мало соседей. Я считаю, что это оптимальный вариант, если вы собираетесь на ПМЖ. Если говорить о рынке перепродаж подобных домов, то диапазон будет, наверное, от 2,5 до 3,5 миллионов бат. Если вы рассматриваете покупку недорогого дома в Таиланде, вы можете написать нам на электронную почту. Мы подберем несколько вариантов для вас в разном ценовом диапазоне, в разных районах города. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Если есть какие-то вопросы, вы можете оставлять их в комментариях под этим видео. И до скорых встреч. До свидания.